Привет, родные! Привет, роднольки! С вами Радик. По превью, думаю, все понятно, и поэтому я хотел сказать большое спасибо, что прошлый ролик поддержали. По рассмотрам не миллион, конечно, но это же не так сильно важно. Важно важнее, точнее. Становится, что мы становимся к каждому дню все ближе и ближе. Это я понимаю по уже своим прямым трансляциям на Твиче, потому что я уже знаю там каждого по имени. Юля Белик обеспечил всю мою семью свечами уже. Наташа продолжает постоянно кидать деньги в донатах, а я прошу ее уже этого не делать. Мои прекрасные модераторы Владка, Серега Чириков, я знаю, что это неправильная фамилия, Лемур, который уже расстался с девушкой, сошелся с другой, снова расстался, делает в квартире ремонт. Короче, Кристина с Новосибирска, которая заходит часто. Кристина, которая живет на Бали, часто пишет мне в директ. Ну, я не знаю, я каждого могу еще называть, это будет бесконечно, просто, которые первые пришли имена в голову. Артанина, пиво, пират мармелад. Я сейчас буду вспоминать, я могу так уйти вообще в никуда. Чему я вообще подвожу? Я так горжусь, что такие приятные люди ко мне притягиваются, потому что я уже кого-то знаю точно, мы с кем-то уже общаемся, кто-то может стесняется писать. Но я чувствую как-то внутренним каким-то своим тонким вибрациям от того, что меня окружают хорошие люди. Большое спасибо тебе, что ты хороший человек, сохраняешь еще человечность, доброту в этом мире, потому что это очень тяжело. Просто хотел тебе сказать спасибо, что ты есть, что будешь и будешь достигать только высокого. А у нас сегодня ролик 4 свадьбы, свадьба в стиле 90-х и классическая свадьба. Надеюсь, тебе понравится. Поехали. Друзья, я вот почти уже 3 года снимаю для вас свои ролики. Я получал много сообщений, где люди пишут, как помогли им мои ролики выйти из грустного состояния или замотивировали сделать шаг навстречу своей мечте. Я прям почувствовал, как круто помогать людям. Но я не спец, ведь каждый случай уникальный. Да-да, уже смирись с этим, ты уникальный человек. Я бы сказал, особенный. А за последние года так много всего случилось, и на людей упал еще больше груз событий, с которыми им приходится справляться самим. И мне кажется, многие бы из моих зрителей хотели бы разобраться в себе. Научиться понимать чувства и потребности других людей. И уметь помочь себе и другим. Роль психологов в нашем обществе крайне важна. Если вы размышляли о карьере в сфере психологии, сейчас отличное время для старта. Потому что изучить психологию сейчас не только интересно и полезно для саморазвития. Но и психолог это в целом перспективная профессия. Начинающие специалисты зарабатывают в среднем 100 тысяч рублей. А средняя цена удаленного сеанса у опытного спеца 3 тысячи. Что позволяет зарабатывать от 300 тысяч рублей, работая 3-4 часа в день. А получить качественное образование в сфере психологии. Я вам рекомендую онлайн курс. Психолог-консультант от Московского института психологии. Он ходит в пятерку лучших. И выпустил уже более 4 тысяч специалистов. Этот курс будет отличным стартом для вас. Длится один год, при этом скорость. И графики вы регулируете сами. Вы получите глубокие знания психологии и целых 288 часов практики в разных форматах. Будут домашние задания, обратная связь от преподавателей, практикующих психологов, демонстративные сессии и отработки сценариев в парах. По окончанию вы получите диплом АПРО в переподготовке. Он котируется как в России, так и за границей. В общем и целом полный пакет для того, чтобы начать частную практику. Сейчас действует скидка 30% на все программы обучения. А по промокоду РАДИК вы дополнительно сэкономите 10%. Оставляйте заявку по ссылке в описании или QR-код на экране. Специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать именно ту программу, которая будет учитывать ваш опыт. Уровень образования, профессиональные цели и задачи. А я вам желаю удачи в новых начинаниях. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, случайный взгляд, распахнутая дверь. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, ну вот и все, ты замужем теперь. Кстати говоря, если в этом году не выйдешь замуж, ничего страшного, ничего не потеряешь. Это он все потерял. Ого. Студия телеканала «Пятница», освещенная райским белым светом, наполняется стуком каблучков. Ароматами духов и крови. Что-то девочка у нас какая-то потерянная. Соберись, соберись, зайка. С сотками невестами. Что ж, девчонки, за знакомство. Ура. Ура. И скорее рассказывайте, чем удивлять будете. Меня зовут Аня, мне 29 лет. Я из города Красноярск. Я стюардесса. Моя свадьба будет проходить в стиле девяностых, двухтысячных. Аня, необычная. Как креативно. Буквально лет 20-30 назад происходило это. И человек. Ну, стиль девяностых, я бы побывала на такой свадьбе, но себе бы я ее не сделала. Очень для меня это странно. Ну, посмотри. Ну, я думаю, свадьбу в стиле девяностых делают либо жесткие оторвы, либо те, кто уже женится не в первый раз. Ну, такие. Ну, классическое уже было. Какой бюджет твоей свадьбы? Бюджет моей свадьбы 300 тысяч. Свадьба будет проходить в столовой. Хочется никаких-то котлеток с пюрешкой, хочется все-таки вкусно покушать. Будут обязательно конкурсы с карандашиком и бутылочкой. Будем участвовать. Платье за полторы тысячи из интернета, оно немножечко б.у. Один раз. Это просто полный отстой. Ну, для формата шоу вообще неплохо. Ну, я не знаю, как бы. Странно, что девочка так решила покринжевать, потому что, ну, для меня 29 лет. Пожила, посмотрела на опыте, наверное. Ну, точно такая уже. Жизнь поносила, потаскала. Можно и свадьбу в 90-х. Самое сексуальное платье, конечно, будет у меня. Поэтому я вот так говорю. Я уже, когда заходила, жопку назад, грудку вперед. Поп-поп-поп-поп-поп. Мне на самом деле понравилась Аня. Нет, красиво, красиво. Она попыталась всеми силами обратить на себя внимание. У нее этого не получилось. А вот у нашей следующей невесты обратить внимание на себя. Губы, губы. Еще когда она обязательно тебе фоткает, чтобы так делать все время. Эка, полупребляцкая. А, 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 а. Чтобы, ну, мужчина сразу чувствовал секс, да, и понимал, куда надо в основном целиться. А, а, а. Ну, короче, она самому пора уже модель установиться. Шарик. Всегда получается. И слово предоставляется красотке в горошек. Меня зовут Найса. Я из города Новосибирск. Мне 34 года. По образованию я сексолог. И по профессии тоже. А, как этому сразу не считали, божечки. Ну, потому что не богиня свиданий. Угу. Внутреннюю чакру раскрыли. Восьмого мы уже поменяли. Ну, все, как полагается. Потому что, ну что, мы не стоим на месте. Это для меня немножечко вульгарно, наверное. Быть сексологом? Нет. Так просто в сексологию не уходят. У Насти есть комплексы в плане секса. Сексуальное образование нужно вносить в Россию. Это обязательно. Потому что это не просто там... Можно это говорить? Настя. Так уже сказала. И девчонок засмущала. Скажи, какой бюджет свадьбы? Бюджет свадьбы примерно миллион-миллион дверь. Сексуальных денег. Как выглядят свадьбы за миллион? Очень интересно. Мне кажется, там черная икра должна быть на столе. Да. Ура. Какие мне нравятся стереотипы. Черная икра обязательно в лям. Лям денег это же, ну, можно на квартиру заполнить все. Все хорошо, отлично и хорошо. Я считаю, что Анастасия выпендривается. Она якобы такая крутая. И вообще у нее свадьба самая дорогая. Настя как раз-таки, мне кажется, самая... Что ж, Синеглазка Виктория, самое время оценить твои таланты. Я из города Челябинска. Барби Челябинская. Мне 24 года. Вообще какое-то абсолютно нелепое платье. У него вот здесь чашечки, а грудь... Отличный сексолог, который помогает раскрыть свои чакры, эмоции и быть настоящей сексуальной женщиной. Оскорбить другую женщину и почувствовать себя сексуальной в этом плане. Свадьба будет проходить в замечательном месте, в очень красивом месте. В парк-отеле. Какой бюджет, расскажи. Это самое интересное. Бюджет моей свадьбы 600 тысяч. Хороший бюджет. Главное, чтобы эти 600 тысяч, они были не кредитными и не от мамочки. Извините, я сдерживался. Эти ебать это не должно нам. Вообще никак. У меня будет, получается, платье полностью блестеть. Уже такие не модные. Мне нравится ее описание. Свадьба будет в очень красивом, потрясающе, потрясающе красивом месте. Свадьба будет очень-очень все блестеть. Глаза у меня голубые, потому что цвет, соответственно, синий. Вот, и я очень обожаю звонить по телефону, потому что, когда звонок, это, ну, ты можешь пообщаться с другим человеком. Платье безвкусица для меня. Я буду самая красивая там. И затмлю даже место. Как давно вы вместе? Вообще мы знакомы с 13 лет. Начались прям серьезные взрослые. А, в 13 лет? Ты лишилась девственностью? Нет. Мы с ними спали. А когда был первый сексуальный опыт? Ну, что это такое? Я просто не понимаю, что ей надо от меня в 17 лет? А почему она так задумывалась? Что за... А, ну, пусть уж постесняла раскрыться это. Очень любопытно. Если так засмущалась, может быть, не в 17, может, и в 15, может, и в 14. Просто, может быть, мы много что не знаем. В 17? Настя, ну, если честно, я лошадей с детства не люблю. Вик, а ты о чем сейчас? Мина повадок, ее манера общения, ее смех. Это все, ну, напоминает мне о лошаде. Все, я ей не нравлюсь. Давайте выпьем за свадьбу Викторию. Ну, это сколько той зайке-то? 19 лет, поди. Вообще пришла, вообще не понимаю, что она тут делает. Только ей газдава думает, меня к этому жизнь не готовила. И перейдем к юной и смелой невесте из Волгограда. Я Марина, мне 20 лет. Почти угадала. Мне, как сексологу, очевидно, что Марина, она очень зажатая. Я бы ей посоветовала побольше заниматься мастурбацией. Отличный совет. Я думаю, что я такой незажатый, такой раскрытый парень-то, а? Пф, руки золотые. Свадьбу у нас организовывают родители. Интересно, какую свадьбу сделают родители. Хорошую. Декор по знакомству, место проведения мероприятия по знакомству. Боже, трэш, это трэш. Ничего в этом плохого я, соответственно, не вижу. Дети молодые, 20 лет, не заработали еще своих денег. Родители очень хотят, видимо, помочь своим детям и вложить как бы в них свою любовь. И то, что родители помогают своим детям, это очень даже нормально, я считаю. Вот. Успеют, заработают. А для мамки-то вот любимый там, чтобы сынок или дочка вышла замуж, да? И вот на это все посмотреть. Потом еще нюньков-то нянька. Нюньков. О, поэтому вообще нормально. Когда вам за 20-22, вам родители помогают со свадьбы, очень даже хорошо. Спасибо родителям, что даже могут помочь. Не каждый, мама-папа, даже на конфеты денег даст. Надеюсь, никаких конфузов не будет. Очень надеюсь. Единственное, наверное, кого мне стоит истерегаться, это Анастасия. Подножку и подставили, открытый перелом, все сидит дома, можете даже не париться. Ой, честно, конкуренток не вижу, ну правда. Я не говорю. Или дайте одну сигарету. Никотин лошадь убивает. Дело в том, что я побежу. Побежу, правильно говорит? Выиграю. Это Красноярск. Город, в котором стюардесса по имени Анна встретилась с Александром и стала обожаема и желанна. Александр, наверное, на бизнесе влетел. Изначально, когда мы начали встречаться, подразумевалось, что я буду видеть ее не так часто, потому что она стюардесса. Ну и, соответственно, у меня еще очень много свободного времени было бы на ребят, на увлечения. Я подумал, что ну классно же. Но в дальнейшем, когда мы реально уже начали вместе жить, я без нее себе уже как-то дни не очень представлял. И когда она улетает, ну реально очень грустно. Просто твое сердечко уже не такое свободное. Нет. Да. Ну ладно. Ну, долгие обнимашки, вот эти вот грустные проводы. Откуда, думали, задержки рейсов есть? Оттуда, что стюардессы прощаются с молодыми людьми. Я даже, наверное, мечтаю, чтобы как-нибудь сесть в самолет, а она такая работает. Поаккуратнее с своими желаниями. Вдруг какая-нибудь неприятная правда раскроется. Она такая, курица или рыба? Да, я выбираю, говорю, тебя. Ой. Приглашаем вас на нашу самую атмосферную свадьбу. Не, ладно. Приятная пара. Ой, оператор упал в воду. Да тихо, тихо, тихо. Давай лови, 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 лови. Все, я спас всех. Ребята... Жених красавчика, оператор Алеша. За спасение оператора отдельное спасибо. Будет кому запечатлеть вашу свадьбу в стиле девяностых. Ой, настроение прекрасное. Волнуюсь, конечно. Вот жених меня еще не видел. Но подружки у меня тоже шикарные. Все-таки красивые. Ну, я знаю, этот мейкап, я ее как будто на лет 20 состарил. Это наоборот. Старушку подкрасили, чтобы она более-менее нормально выглядела. Нарядные. Это еще улыбка какая-то неестественная. Прикус. Боже. Ты плохой. И девчонки мои тоже, как я вижу, принарядились. Я одела этот пиджак большой. И что? Молодец. Да это же 90-е, правильно? Надеюсь, я буду самая красивая. Вот это погода, конечно, да? Ну, да, в 90-х же все ходили в пиджаках. Этот вот оверсайдный пиджак посередине, который прям скрывает ее плечи. Очевидный. Ну, так, конечно, так, под 90-е не особо. Посмотрели бы хоть какой-нибудь сериал старый. Бедное мое платье. Настя оделась просто как, я не знаю, куда. За таким вырезом она еще постоянно его задирала. И все ее части тела, пристойные и непристойные, было видно. Так она может себе позволить. Может, она переоделась. Подходим к дому, где будет происходить выкуп. Какие крутые туфли вообще. Идеально подобные. Я их еще лет пять отхожу надену. Каждый друг просто досконально продумал свой образ. У вас такой фингал красивый? О, посмотрите, это же Федук на асфальде. Не знал. Мне казалось, как будто мы попали в прошлое. Блин, был образ. Это мне очень понравилось. Вообще, молодцы. Где жених-то? Нет, вообще, это отличные образы. Хоть сериалы переснимаем. Вон, чувак на фоне, чувак поближе, чувак слева, чувак справа. То есть, мы никак, у нас гендерно никого не поправляем. Просто чувак. Прикольно, хороший образ, молодцы. Жених клевый. Это он? Рил? А! Брат, вообще шик, блеск. Я вообще его не узнал. Низкий поклон за образ. Мне очень нравится. Туфли с острым носком. 80-е, 90-е, красивые одевались. Просто Илья Кищук образ украл. Вот у него, у него. Кушик, кушик, кушик. Начинается выкуп. Гости, господа, вы откуда и куда? За невестой. Да, у нас невеста есть. Невозможно глаз отбить. Проводили различные конкурсы для жениха. Нелегко идешь. Ну, препятствия найдешь. Другой. Другой. Хорош. Тут резко лопается шарик. Сдрогнуло, все у меня вылилось, все шампанское на Вику. Я как будто об... Короче. Воблила Вику. Что-то непонятное. Ну, в принципе, Вику, он и должен нести в себе что-то непонятное. Все задания он выполнил. Очень вайбово. Я такое обожаю. То есть, да, можно недооценивать свадьбу, но если люди все как бы в этой игре находятся, все, ты просто абстрагируешься и кайфуешь. Классно все придумали. Даже платье получается. Платье, конечно же, в старом стиле. Ну, это круто. Блин. Это восторг. Реально восторг. Платье мне понравилось. Я, кстати, так и думала, как у моей мамы. Да, заявленный стиль 90-х. Могу я оценку поставить большую такому платью. Я влилась в образ девочки. Ну да, она тоже по факту в таком образе вливается. Такая, знаете, ЭКИ ЭЙ. Одна из любимых женщин какого-то бандита. Ой, у меня там трусики не видно. А их там нету, видимо. Поэтому она спрашивает. Это вопрос с подвохом. Настя выбрала себе роль. Пафосная. Но я бы такого точно сексолога-то не слушала. А я бы только такого сексолога и слушал. А лучше бы смотрел на Анастасию в разных локациях 90-х. Например, в автобусе. Для меня это прям такой опыт суровый. Строит из себя что-то, а на самом деле не представляет из себя ничего. Дорога прям оказалась крайне сложной. Настюш, но испытания 90-ми только начались. Я разговаривала с гостями, и Настя влезла в наш разговор. Мне это не понравилось. У нас как-то нет целей там. У нас как-то нет целей там. Это у меня цели. Все отценивается. Особенно у тебя есть. Ну что? Нет целей. Ну вы еще баллы даже не ставили. Уже начинаются перепалки. Как такса такая. Сначала бегает, вокруг что-то тявкает, тявкает, тявкает. А потом, когда я ей ответочку даю, она такая, все, отставит меня. Подбешиваешь. Почему? Моешь аргументировать? Что? Да успокойтесь. Я взрывная, я не могу по-другому получать. Ну, просто не могу. Ух, девчонки, хорошо, что уже приехали. А то неизвестно, чем бы все закончилось. Свадьба-таранин. Добро пожаловать на свадьбу Анны и Александра. Бюджет 300 тысяч рублей. Стиль 90-е. Фишка – трэш-конкурсы. Ну, вот и все, ты замужем теперь. Проезжаем мы на банкет. Я за что, как бы, люблю это шоу и не люблю. Потому что, когда люди заявляют тематику, они приходят, тематика, соответственно, полностью несоответствует. Такой сидишь, ну, жду. Вот тут сейчас от и до. И это такой классный вайб. Ну, я когда немножко радуюсь, у меня чуть-чуть глаза как-то так вот сражаются от радости. Я не знаю, куда объяснить. И слезиться не хотят. И вот прямо вот есть такое сейчас чувство. Даже нарезка! Нарезка, блядь! Ну, прям столовка, такая савдеповская. Как надо! О, кавер, вы видели? Прикольно. Максимально нелепо смотрится. Видимо, раньше так было модно, не знаю. Да, конечно, модно. Вот вам байт на комментарии. Какие бы вы три слова себе сказали, если бы сейчас себя встретили десятилетнего? Напишите в комментариях. Я бы сказал, сделай свадьбу в 90-х. Ну, как из детства. Фотки все делали. Как у бабушки диваны, да. Все, конечно, прям максимально советское, простое. Толветочки такие смешные. Одна розовая салфеточка, вот так вот, загруженная в кружевочек. Девчонки, заканчивайте рассматривать закруженные розовые салфеточки. Ну, по идее, не докопаться. Все советское, все как полагаю. Пирожков не хватает только, наверное. Салфеточки. Там уже молодые подъезжают. Три, два, один. Украшена машина по-свадебному. Красивые на крыше лебеди, как раньше было. Дорогие наши молодожоны. Вы, брата, будете? Ну, мы счастливы у вас. Мы ждали по океану. Насолите друг друга, там, откусите кто больше. Ну, в общем, стандартные вот эти вот фразы. откусил большой кусок жених понятно что он будет главой в семье голуби реально жалко он пополз пополз поскакал на самом деле бедный голуби три свадьбы отыграл сегодня четвертой батарейка села все блять не могу эти свадьбы вот тут я уже перегорел на своей работе перелетал мне кажется это вообще какое-то живодерство эх девчонки надеюсь этот неприятный момент сгладит предстоящее веселье ребята вы серьезно невесту к столу прямо на руках то есть прямо на стуле нести будете ой девчонки ну вы это жениха точно тащить на себе не будете ну вот теперь я точно на свадьбах видел все классно все придумали сели на гнездо есть мы бокалов для вина у нас не было мы пили вино из рюмок и меня штормил вообще изнутри она была просто невероятно крепкая и очень кисло настю что может быть домашнее вино было не знаю там это нас . наливочка выше на свадьбе 90-х тогда все сладенькое в дефиците было видим на столе селедку под шубой оливье венегрит она была прям отвратительная и то есть невозможно есть на свадьбе было немножко скучновато девчонки тогда вся надежда на вас я взяла все свои руки ох викусь молодец сейчас оценим таланты жениха не жених вообще топ отыгрывает и идеально он так смешно танцевал все были просто в восторге векусь после твоих конкурсов жених столько сил потратил срочно нужно подкрепиться горячая принесли и это пюре и котлета я не знаю что вам что вы возмущаетесь это идеально честно я такое вижу впервые ну типа горячая на мой взгляд должно подаваться каждому гостю отдельно такой человек она вот ко всему придирается давайте пойдем в ресторан и выпьем нормальный и пожирем но девочки сказать ну я не знаю это как это же духота на самом деле это как знаете на новый год вы решили отпраздновать 8 марта конечно кому-то очень приятно а кто-то просто не понимает почему подарки только тебе или что это не очень красиво насти хочет стоять на уровне выше поэтому мне этот человек и не нравится человек на уровне выше никогда не будет брезговать тем что нормально в данном случае это более чем нормально называется первые конкурсы от ведущей ну да там конечно сложненько найти будет в конкурсах мне не хотелось участвовать они были слишком все банальные заезженные они роллы себе заказали сюда ой как круто эти роллы сто процентов вкуснее чем эта картошка с пирожкой прям вообще рот разорвать от вкуса конкурсы и и были очень интересными я прям смотрела с открытым ртом видимо хотел пару яиц в рот слове да согласен насть так мы не веселились еще с девяностых я привезли суши и тут же набросились тоже на эти роллы и я такая странненько странненько где же вы раньше то были когда я заказала ну тоже такие ой это неприлично себя так вести а хочет быть на уровне выше урол отлично кушать то всем хочется девчонки не но если бы вы сказали котлеты мясо не вкусно и все невкусно вода и мы поели роллы хоть что-то было из этого но это такая стандартной классической домашней столовой еда там гости подарки молодоженам принесли а вы что-то подготовили вот наступил веселье час сегодня бодренько у нас стаканов легкий перезвон тебе в подарок самогон я уверена в алкоголе которая подарила потому что я его давно уже принимать каждый день по капля поэтому жизнь прекрасна раз капля главное дозировку не повышать потому что она слишком красиво и станет и будет много на что по барабану чик молодец хороший подарок и уже интересно что же подготовил наш обаятельный сексолог я подарила игрушку для взрослых по-любому в хозяйстве пригодится так что она тоже подарками прыгать не прогадала пости тоже с уходи если пригодится это штука который шарушки убирает вот это в хозяйстве пригодится а ну тут как бы одно может приятно другому нет сразу же все на самом деле подбежали ко мне и даже уже заказали у меня нескольких таких пингвинов такие подарки нужно выбирать самостоятельно для каждого человека свой аппарат механизм а судя по реакции подарочек насте молодым понравился и после всех поздравлений и подарков самое время для первого танца а мне кажется подарок понравился даже не в том что вам понравился пара просто без особых комплексов не стесняется ничего не себя не друг друга друзья все прекрасно понимают потрясающий компаний ну такой у них вайп есть из таких все кайфуют никто не видит ну а как какую-то проблему просто всем классно вот это вот вот так должно быть всегда но я учусь чтобы они выиграли уже почему-то это ты ты это я не надо на что и час есть у меня есть начался очень неожиданно танец был максимально простой обычно они подрыгались подергались по обжимались поцеловались курочки молитвы ручек в девяностые танцы никто и не ставил как могли так и танцевали виду кладываю порцию басу лишняя одежда в джунглях будет ни к чему если жарко будто в тропиках значит все будет ведущий выключал свет в зале типа чтобы сделать вот эту дискотеку цветную в туалете он выключался автоматически это было не специальные какие-то элементы а вот такой бонус небольшой который был реально в советские времена наверное а вот что осталось неизменным вовсе у меня у друга в квартире если со служебной квартиры чтобы свет включить туалете нужно как-то в розетку даже не свет две розетки чтобы работала вторая розетка нужно в нее что-то вставить там крыша не знает надо видеть покажется я воду сниму покажу и времена так это свадебный торт все круто торт у нас появился так нет торт был из трех ярусов я удивилась что он такой большой лебеди перед ними получается я думаю из мастики не знаю я близко в общем мы были довольны с викой тортом 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 или тортом не переживай не переживай же они не смотрят все окей а мы такой пропускаем это и ешь не проблема а не наши паренчик правильно конечно тортом но главное чтобы вам вкусно было курчики мои он был чересчур приторно сладким наша звезда анастасия не захотела его есть он не вроде бы понравился но он был слишком сладкий а какой должен быть торт мне интересно если это торт это сладость анастасия тут ли за камни ваш бурно цветущий огород они начали играть против меня не уверена вообще что они будут занижать мне баллы мы приехали сюда не дружить мы конкурентки тогда приступим к тому ради чего вы здесь собрались выставим оценки одной из конкуренток за платье невесты анны я ставлю 3 балла платье подходило под стиль но я поставил 7 баллов или 8 вообще для меня это кахос за банкетное меню на свадьбе у они я ставлю единицу я бы 6 проведения свадьбы анны я ставлю 6 баллов не понравился туалет некомфортный и что-то еще ну вот и все ты замужем теперь это когда не придумал до чего докопаться да вот ссоры ни о чем я обиделась на что вот что-то мне не понравилось в тебе позавчера а это совокупность многих факторов андрей это челябинск город крайностей тут температура воздуха может понижаться то минус 49 и повышаться то плюс 40 в общем нестабильная как и настроение нашей невесты виктории но как украли ведь даже не признают хозяина счастье у нее есть терпеливый данечка с миссурового города челябинск не надо суровый чем не суровый как все меньше меньше разговоров давай ну сразу видно пара ты счастливая я мастер преподаватель по наращиванию ресниц и оформлению бровей я являюсь членом сборной россии по легкой атлетике и зарабатываю темную жизнь как ни странно членов сборной россии по легкой атлетике у нас еще не было мы познакомились в школе это было 11 лет назад я просто увидел ее как-то в школьном коридоре и подумал и перепрыгнула конечно же неужели вот эти красивые глаза могут кому-то застаться и вот поэтому набил ей сходу лежи ни на кого не смотри еще раз увижу а я надеюсь что нет достались в итоге то мне в итоге мы вместе да ладно так как я профессиональный спортсмен я очень много времени провожу на официальных сборах тренировочных куда они есть мечта который он давно уже идет и он очень хочет поехать на олимпийские игры у него это получится когда не знал бы ты конечно знал бы ты знал никто не знал и мы верим в данины силы и будем держать кулачки за будущего олимпийца мы приглашаем вас на самую клевую свадьбу я пригласила я тоже вас приглашаю спасибо ой спасибо за приглашение тогда берем разбег чтобы взять высоту вашей свадьбы как то вот так вот а вот здесь впереди вот так вот а мне вот важаю такую информацию как ты вот так вот берите вот так то вот сделай вон там вот вот это вот окей чтобы вот так как в детстве мне не надо так с невестой все понятно ей сейчас не до разговоров надеюсь моей девчонки уже все локоны сейчас не дара дело в садик обзор могу на лак сделать быстренько отняла в данном случае редко использую это так имеет очень приятный запах кстати говорят и легкую приятную такую стойкость волос поэтому мальчики и девочки в целом имеет такую легкую как бы это не реклама это просто как бы вот я из вот лично использую мало ли кому-то да будет интересно ну стоимость конечно приличное около полутора тысяч дорого на что не поделаешь ради как с невестой все понятно ей сейчас не до разговоров надеюсь моей девчонки уже все локоны докрутили а вон наверное жених точно вон жених подходим да это правда жених данил у меня зовут насти марина какая у тебя хватка сразу мужская понравился видимо и понравился а это у них же контры хочет жениха добить хорош парнишка и по лестнице спускаемся к озеру и слева наш зал будет даня ты молодец мы так и сделали мы пошли направились к свадьбе что я потекла насти что ты только замуж вышла за бояра 90 годов спасибо за откровение но держи себя в руках это все-таки не твой жених а это она сказала другая ссорить за перепутку неадекватная жених максимально вежливый мне очень понравился это доктор мне кажется в таком молодом возрасте все не сильно понятно что такое любовь не знаю мне кажется выходить замуж 34 это нерационально и тупо как будто ты хватаешься за последнюю возможность замуж и выходят по молодости по глупости по любви марина меня попыталась подколоть но я думаю что мы поговорим с ней еще лет через пять посмотрим как изменится ее мнение добро пожаловать на свадьбу виктории такая фотка ужасно кого-то на в унитаз смотрит просто да тут конечно надо помыть сейчас разберемся и даниила бюджет 600 тысяч рублей стиль рустик фишка игры на пляже смотрим пойдем из велика видно блеск вот этот вот или знаю как это сказать гирлянды от люстры да ладно прикольно красиво на солнце переливаются мне в принципе нравится вы серьезны вы зная регистрация в шаге от отдыхающих голых поп это просто ну это да конечно если только не будет мешаться фону честно то есть это просто провал прям всего и вся ну да тут конечно бы в идеале в такую зону уметь чтобы как бы подальше было от гостей но заведение потому что вы выходите там в костюмах там так далее там не на гола жопики бегают как будто такое конечно к сексуалок она еще и декорист очень красивая она даже я тебя боюсь я же просто разговариваю тебя не боюсь насти просто иногда не фильтруешь базар ты иногда не слышал что ты ко мне вообще прикопалась она начинает ты меня боишься тетя мне зачем тебя боятся ты годишься мне в мамы все нормально реально бред просто зачем и к чему это было я не очень поняла видимо изначально они договорились с викой что они будут максимально возвышать свадьбы друг друга курочки мои вы с выяснением кто с кем договорился сейчас пропустите выездную регистрацию начинается выездная регистрация на пороге семейной жизни ты вот обожаю конвульсии перед выходом регистрации этот последний танец холостяка просто прощальный в этот момент все эти вот облачка холостяцки раздвигаются как моисейские заклинания когда вот он воду раздвинул и пропадает вино просто прощается все в воду видишь свою любимую самую прекрасную девушку которую приведешь всю свою оставшуюся жизнь и такой выйди из меня дурь выйди из меня дурь я больше так не буду вот вот он очень эффектно вышел он прям молодец такой какой-то на оптимизме на заряженный такой я думаю что ваши мозги чисты а душа трепещет от радостного предчувствия чтобы львов сказал что это ваша виктория юбка у нее красиво переливается и вот она такая прям феечка выходит с папой ну не знаю батя тоже конечно кащееве смертное платье ну такое ну 45 верхушка платья немного не сочеталось у она такая старая но то есть есть совершенно все и опять сказала гады специально случайно телемакияжем она стала старше лет на 30 хочу спросить жениха и невесту согласны ли вы даниил взять в жены викторию виктория я прошу ответить вас согласны ли вы взяты мужья даниила даниил и виктория и на всю жизнь объявляется мужем и женой действительно понимаю что люди любят друг друга что они выходят же что они женятся по любви что не как вот я считаю что у насти на свадьбе не будет такой искренности может быть сплошной секс будет оргия оргазм ты же не знаешь что рано рано делать вывод это не люблю вот солдатка как мы смотрим на бусте девочка была полностью головой лысая и она не приходила какой-то период тому и все делали такие выводы да у нее там какие-то блага да она там следует еще короче кошмарили ее как только могли и чувак там сказал хорошие слова не надо делать выводы раньше времени пока вы ничего не знаете и меня так это зацепило а потом она пришла признала что она полностью лысая и многим стало стыдно за свои слова за свои мысли так девчонки уведите сексолога от уже мужа виктории что нам теперь хочется сделать нам теперь хочется посмотреть банкетный зал уже скорее покушать вот мы сели за стол и вот нас встречают закусочки салатки рулетики из баклажанов и рулетики из блинчика с рыбкой вот просто дети успели и вот там баклажки рулетики если честно я бы не хотел такого официанта если честно и много всего а вроде бы как-то нечего поесть маринчик но тем не менее как я вижу пожевать что-то нашлось вся картинка была очень красивая и платье вики очень красиво переливалась чувственно трогательно красиво эффекты дым ну дым это очень банально и в общем просто какой-то прям мясо какой-то чувак начинает подказывать к насте он даже не знает что такое сто процентов его подговорила невеста сто процентов другу тебе давай по подкатывай как она себя будет привести потом что на свадьбе говна и налить это месть месяц который подается пьяный к сожалению на настю реагируют мужики потому что она наружу молодец не сдаемся до любви идем до конца сидит такая вся с губами с волосами ну как настюш раз уж ты уже в центре внимания выходи вручать подарок ну вот и все ты замужем теперь поэтому дарю вам паприку и кукурму как же без нашей насти которая куркуму а то сейчас поправить хотя правильно поправьте меня поправляю часто опа плетка далеко от себя не ушла подарила набор для бдсм я увидела очень сильную хватку поэтому я подарила и плёточку чтобы она уже с мужем дома там разбиралась предлагаю перейти к развлекательной программе а то невеста вошла в раш мы отвисаем как обезьяны посмотрела просто с открытым ртом и действительно хлопала как ребенок красиво села на шпагат покрутилась поэта маринчик а этот номер тебе как не знаю всех видимо людей которые есть хобби позвали на эту свадьбу это вообще но это женщина геракл какой-то перевод арматуру и начинает ее гнуть тут ведущие зовет нас на пляж скорее скорее девчонки там уже начинается разминка перед лимбо поэнюта кажется на борту произошла разгерметизация все трусы наружу все это стоят все видят они падают это все ноги в разные стороны все видно они в платьях в юбках я такая стою думаю да уж душнило они взрослые уверены в себе женщины как они считают красивые и хотят и позволяют себе что хотят на самом деле здорово мы были все в песке правда он был очень влажным и потом не убирался с наших тел оголянных здесь не сосутся они там отучат она переборщивает взрослые уверены в себе женщина переборщивает чонки а мне показалось или вы поцеловались что скажет муж это уже посмотрю анюта ангел мой неземной не знаю что скажет но знаю вашу пару новых красок точно добавит выходит девочки бабочки ночные прям шикарно и где-то на фоне салют фейерверк и они там такие все в снарядах привет как дела как же давно я тебя не видел да помню обидел ну ладно прости привет как дела торт был как вика и говорила с геометрическими какими-то там фигнюшками геометрические фигнюшки ах уж это архитектура никому не нужно это маленькие были на вкус торт мне очень сильно понравился максимально пропитанные коржи настя а чего ты вдруг так подобрела неужели после игр на пляже настроение поднялось я просто не люблю настолько пропитанные коржи то есть он даже прям аж разваливался он был настолько мягким в таком случае предлагаю все подытожить крошечки мои выставляем оценки банкетное меню на свадьбе виктории я ставлю 5 баллов ну и не скажу что все плохо было не скажу что все хорошо было пусть будет золотая середина пятерка за платье невесты виктория ставлю 7 баллов очень красивая юбка вот ну с этого ракурса кстати говоря даже получше ну да 56 воздушная нежная а за место проведения оформления свадьбы виктории я ставлю 3 балла ты замужем теперь это новосибирск город в котором середине сороковых годов прошлого века проживал знаменитый гипнотизер вольф мессинг а сейчас вводит в гипноз сексолог анастасия своего жениха дмитрия мы с настой познакомились на ее лекции она красотка конечно стоит здравствуйте то есть он пошел на лекцию к сексологу чтобы раскрыть свои чакры первый совет нужно больше мастурбировать как мы поняли добро пожаловать в клуб ну у меня до речи пропал буквально там через пару часов я понял что я у этого человека уже не отпущу никогда начали очень бурно общаться это вообще нормально то что преподаватель начинает мутить своим студентам а это же порицается уже подумали понеслись ухаживание там десятикратном размере это были завтраки обеды ужин и цветы каждый день вообще ни капли развода да приходи ко мне еще на курсы и самое важное в наличии сексолога обязательно наличие кожаной маски в виде кролика иначе ты не это как диплом так сказать еще ты мне машину сразу же дом а до нее машина сломалась я и отдал свою да но такими достижениями даже вольф мессинг не похвастается ведь чары сексолога они сильнее сексолог да это круто наручники плетки нормально все игрушки перепробовали кайф реальный кайф свадьба то естественно у нас будет но у меня вот вопросы к сексологии то есть почему так как-то этот стереотипно выглядит если ты сексологин там так далее и обязательно заказать свою какую-то там внутреннюю сексуальную чакру через какие-то бдсм вещи там так далее если от меня не возбуждает эти болен что получается или что это ну давайте вот сейчас 18 плюс 16 плюс да поговорим об этом немножечко 16 плюс для тех кто беремену 16 видимо хочет попасть это жену немножко другая энергия ну да как бы это вот кожаные плетки наверно располагают первая ассоциация именно вот к этому но это же все-таки какая-то энергия между двумя людьми определенные чувства слова там тогда это не просто как бы грязь хотя грязь это тоже круто вот субъективная но как-то мне кажется из гораздо тоньше надо о том чтобы типа два надо потрахаться при людях но это мне кажется так не работает лучше в этом даже нет сомнения самое главное что она наша и самое главное что мы действительно искренне и осознанно любим друг друга да мы самые крутые пятерка себе за уроки и как настроение у самой женственной и сексуальной она что курсы с вами продает ну это уже ладно я считаю что это береги бы как я понимаю состояние у невесты сегодня спокойное девчонки а у вас как мы в предвкушении ждем что-то очень красивое невероятно и необычное потому что свадьба за миллион к она всегда всегда приятно я бы сказал на самом деле я думаю должна выделяться я думаю что нам будет немного скучновато потому что свадьба такая более пафос может потому что вы смотрите постоянно тебя хера сосит там будут все красоваться и показывать свои наряды там эти как украшение и все такое ого ого место прикольное место красивое мне нравится место вот жирное место это очень красиво пострижено ухожено самое интересное стоят бармены которые делают коктейли ну очень вкусный коктейль и рядом рядом стояла клубника в шоколаде первый раз в жизни пробовала клубнику в шоколаде это все очень вкусно клубнику в шоколаде я пробовала и не раз чувствую что и как будто обычную шоколадку аленка там какую-то растопили клубнику просто до макнули все равно чего-то ожидал гастровзрыв это шоколад и клубника все вкусно было девчонки я так понял вы свой запас восхищений решили пока приберечь возможно для выездной регистрации расположение мне понравилось что это смотрится на озеро это вид на воду это я люблю то есть у меня тоже был вид на воду промолчу смотрите насти любит дорожки мы тоже было дорожка я помню я люблю вот это все дорожку этот белый это все это все очень дорого и по-королевски смотрится мне кажется вика немножко переоценивает как сказать свою свадьбу просто ну понятное дело просто даже логически если подумать свадьба за миллион рублей и свадьба за 600 тысяч понятное дело ну понятное дело на 400 тысяч больше математика он рублей свадьба будет лучше нет но стильно но не праздник век ну ты подожди праздник только начинается добро пожаловать на свадьбу анастасии и дмитрия бюджет один миллион рублей стиль классический фишка появление молодых гости все такие шикарные видно что богатые люди такие все 100 сразу почувствуете да вот это масоны сурикаты все собрались все самые богатые сливки кроты аристократы даже там были женщины в основном были в черных платьях мужчины тоже как-то старались все в общем по стилю все старались надеть черное блять такая редкость наше время вы не в курсе каракатица вымерли черный цвет заканчивается начинается церемония встречайте роковая пара двух любящих сердец появление было конечно эффектное не откуда-то там с каких-то троп выезжали на мотоцикле прям драйвово и клёво зачем это правда но миллион рублей нужно куда-то это деть поэтому сказали мотоцикл что не на лошадях вообще планировалось изначально что будет два муравейника вот так вот куча вот сахар просто выселят на тропинку так муравьев пустят и к ним вот маленький повернут эти вот как лошадям делают не помню напомните там по-любому кто-то знает и вот и вот миллион муравьев тащит они вот так как на колеснице муравьи не хватило чуть-чуть бюджета такой как байкер брутальный у него борода конечно но под бородой прячутся милые щечки такой добрый позитивный гномик хороший мужик метр девяносто гномик не комплекса анастасия сегодня ты берешь мужья дмитрия готова ли ты быть самой лучшей женой на свете у меня был также на свадьбе платье с открытой спиной красивыми рукавами закрытыми плечами тут что-то кружева у нее фатиновая фатиновая сатиновая что это такое тиновая материал как мне объяснить ну юбка обычная со шлейфом чуть-чуть пышненькая ну нехорошо как бы да и но и неплохо тоже 6 баллов беда спина красивая была 2 3 сегодня ты берешь жены анастасию готов ли ты чтобы не случилось любить ее и быть рядом с ней по факту обычное платье я бы не сказала что оно стоит 100 тысяч это платье максимум стоит 30 тысяч я пока свое платье не нашла вот таких платьев я кучу примере ох и зацепила это вас курочки мои свадьбы это же не только про платье а про любовь клятвы друг другу ну вот и все ты замужем теперь я люблю тебя за все за каждую минуту за каждую секунду проведем тут начинает слезинка подкатывать вот у нее слезы как будто смех такая странная истерика я даже вспомнила как у меня да не говорил слова эти клятвы в этом мире же не кто-то каждый но к сожалению не все доживаю от того что просто в этот микрофон как начинает угорать мы сразу такие все переглядываемся я не знаю что сказать мы посмотрим твою свадьбу еще который не за твои деньги за счет родителей между прочим она реально испортила своими вот этими речами она все испортила нужно было готовиться к этому дню правда готовится и перед зеркалом репетировать я торжественно среди всех присутствующих объявляю вас мужем и ничего особенного никаких эмоций не вызвало викну тогда быстрее на банкет это мероприятие равнодушным никого не оставляет так виктория анна марина виктория я кстати первая была я не могу стала оторваться вы посмотрите сколько еды смотрите тут получается черная икра черная икра осетр рыбы морепродукты прям жирника ведь я попробовать хочу но мне как-то неловко этот я сегодня тут оторвусь марина простая девчонка что думает то и говорит анют это вам стюардессам по статусу положено сдерживать эмоции а маринке восторг сдержать не по силам понятно что он пафосное такое мероприятие именно показать себя показать что у меня есть деньги что вот я вот такая вот звезда такая у меня прям а зависть не знаю малолетняя если человек зарабатывает можете позволить почему бы как бы нет но что если я зарабатываю тому пусть будет 500 тысяч в месяц могу же себе позволить чего это плохого или надо вот чтобы ну не дай бог подумали что я в ее свадьбу так попроще полегче вместо водочки самогончик вместо салатиков ну там просто капусту оставим сейчас коршунята мои накинетесь только молодых нужно встретить такой хороший официант попался такой добренький такой девушка что вы желаете чуть-чуть глоток делаю он видит то что там я чуть-чуть он доливает чуть-чуть вообще классно прям сервис вообще супер так и должно быть такое паштет получается рыбный был в шарик вот так вот скатан и в это тоже сладкое желе обмотан откуда она и не мне не помню так она удивляется забавно интересно в общем не знаю как сказать тоже короче вкусы какие-то такие странные девчонки если изыски не заходят попробуйте что-то простое например черную икру ну икра как икра на мойву похоже то есть ну икромойвы на самом деле у меня как-то чуть-чуть изменилось мнение про вику я увидела в ней вот это желание победить то есть действительно где у насти были прикольные моменты на их как-то немножко осуждала засирала хотя я думала что она не такая но поняла что она сучка всегда есть сучка на четырех свадьбах всегда это канон это закон я с тобой я буду вот так вот она просто но сразу чувствуется этот вайп где доскина люблю это первого танца молодоженов как такого не было отдельного там поставленного он просто был под кавер-группу вместе со всеми остальными желающими вам разота врубается она и так а у меня вот так хомяк я такой груст мысли это чего был танец молодоженов серьезно я только готовилась я на свою свадьбу и репетировали репетировали делали все а тут просто а можно было так сделать что ли я просто не поняла лучше анастасия переоделась и на ней было белого цвета такая комбинация конечно красивая с настиной фигурой можно себе такое позволить и лучше бы ходила в первом потому что она как-то понаряднее смотрелось чем второе настя устроила подарок для себя и для жениха это татуировка прям я надеюсь сейчас просто шариковую ручку найдут иголочку это прям чернила метра ну что символичнее там прям где ну прям на банкете вот и я уже подумал непонятно что я бы тоже хотела на своей свадьбе такую идею но повторяться не буду но идея была прикольная да симпатичным смотрится теперь прям очень хорошо даже вот такого здорового мужика почему бы нет все заклинился под каблуком вот памятные тату у нас в проекте уже были видимо это становится модным мы приготовили с викой для насти сюрприз такой небольшой немножко развлекательного характера такая поворачиваю голову а там девчатки и опа в кокошниках сарафаны как раз только вот детского сада вышли русские народные танцы учили вместе ходили в одну группу но что еще показать потом на стульчик стихотворение расскажут подружки медмин хоровод молодцы девчонки как бы вы не веселились главное чтобы чувствовали себя в своей тарелке все люди смотрят на нас такими глазами удивленными богачи свадьба за миллион понятное дело мы решили немножко богачи богачи посмотрите какая у него счастливым мордашка очень довольна и я случайно наступаю на платье насти слышу хруст насти прости пожалуйста мне кажется я порвала себе платье мы уже выступили вот это значит официанты выходят что там торт они должны были выносить ой батюшки что творится то тут подлетает папа жениха начинают в общем на удушение брать правильно папа жениха так с этими хулиганы что-то пошло не по сценарию так понимаю ну что-то батя включился как себя не вовремя реально подумал что между ними драка завязалась но потом все дарабилизовалась официанты оказались танцорами кух александр анатольевич это было начало танцевального номера так что раз потеряется заборол бы даже лучше от этого плохо стало по итогу хорошо называется официанта я что-то переживаю папа снова идет к танцорам как обезьяны в джунглях обезьяны в джунглях Выпил мужик. Единственный веселый человек на свадьбе, который не стеснялся выходить и танцевать. Реально, молодец. Молодец мужик. Если хотите такого ведущего, я готов. Работаю просто за комплименты. Вот наш человек. И в драку первый, и в танцах лучший. Подошло время к торту. Свадебный торт! Ну, кстати, граффтематику свадьбы даже неплохо. Торт подавался на улице. Вик, дай угадаю. В принципе, как и у тебя. Как и у меня, в принципе. Девочки, когда буду ходить, у них в ушах вот как у меня, как у меня, как у меня. Красиво, тоже ничего лишнего, в черно-белом стиле. Что, вечно, блядь. Какая-то проблема со сколиозом, наверное, блядь. Она так гуляет. Торт очень вкусный. Бисквит, он не то фисташка, не то базилик. Мне он очень понравился. Все-таки я как-то немножко неудовлетворена. Ну, обратись к невесте, я думаю, она тебе поможет с этим. Недовольна на сто процентов. Вот все. А вот сейчас и посмотрим, насколько. Выставляем оценки. За платье невесты Анастасии я ставлю 6 баллов, потому что платье было максимально обычным. За банкетное меню на свадьбе невесты Анастасии я... Я ставлю 10 баллов. Даже бы 9. Ну, даже бы 9. Это щедрость. Я ставлю... Божечки, божечки. 10 баллов я ставлю. Мне все понравилось. Вот прям вот не к чему мне было придраться. За оформление банкетного зала на свадьбе Анастасии я ставлю 4 балла. Ну, а даже нет. Плохо же. Очень. Отомстить за начало. Она мне вначале капец как достала. Поэтому я хочу ей чуть-чуть... Ну, вот и все. Ты замужем теперь. Это Волгоград. Город самой длинной улицы в России. По ней и прогуливались, влюбляясь друг в друга, Марина и Дмитрий. А вот как познакомились, сейчас и расскажут. Мы познакомились, когда нам было по 14 лет в детском лагере. Такой пацан сколько ему? Лет 16? Боже, как он молод и выглядит. Со сна. Я сразу заприметила Диму, так как у него не было переднего зуба. Вместо него стоял железный зуб. Вот он поблескивал. Ну, я зачем-то, конечно, начал встречаться с ее подругой. Но нравилась мне Марина. По факту. Меня Марина зовет... Это же обязательная история. На четырех свадьбах, что сначала подруга, а потом уже невеста на всю жизнь. День рождения. Я, правда, тогда был уже в отношениях. Я поступил как крыса. Я, короче... Не надо это говорить. Зачем ты это говоришь? Ладно, ладно. Типичный... Да... Не надо говорить, что ты в каких-то отношениях был. Никого тебе не отбил, а сам ушел. Такие детские проблемы. В взрослой жизни. Заново говори. Это уже все. Не вырежется. Мне было 16 лет. Учись, чувак. Мне когда-то было 16 лет. Я тогда был маленький, глупый, наивный. И вы понимаете, я не сразу мог запечатлеть ту самую красоту. И как бы я был в поиске настоящей любви. И когда я увидел Марину, то я сразу понял, кто мне нужен в этой жизни. Вот. Но поскольку я был молодой и неопытный, и мой голос немножко робел, а сердце учащалось в 215 ударов в минуту, и, соответственно, с робким голосом и с учащенным сердцем биением, невозможно просто выразить слов при такой красоте. И я по глупости делал какие-то ошибки. Неважно какие. Самое главное, я шел к своей любви. От и до. И вот сейчас, прямо сейчас, перед гигантской миллионной толпой людей, я говорю ей, что я ее люблю и буду с ней от и до. От начала до последнего момента. До последнего вдоха. Я ее очень сильно люблю. У нас будет 8 собак, если она захочет. Либо 2, либо ни одной. Потому что я хоть какое-то решение буду принимать в семье. Короче, вы поняли. Все для моей малышки. Все. В раунд на... Бля, пацаны. Это же легко. Марина пригласила. Тебе было 17 лет. Нормально было? А не мело. Потому что оробело. Давай я, короче, скажу. Тарчу рассказываю все. Он приезжает, ничего не дарит. Вот, я расстраиваюсь. Я был молодой школьник, у которого не было в кармане вообще ничего. Никита был, он подойдет. А сейчас как будто есть, родители свадьбу делают. Да ничего мне этого, Никита. Короче, они разведутся через год-полтора. Ну и все, и после этого мы поцеловались и стали любить друг друга. Это вы еще сексом не занимались. А то мало ли там... О, я не знала, что я такой лох. Богомол! Господи, я серьезно подумала, что богомол. Астраханский самый опасный. Ребят, хорошо, что в ваших молодых отношениях так много юмора и веселья. С таким настроением и к свадьбе можно готовиться. Мы уже 8 часов зарегистрировались с Димой. Сонные. Немножечко лыпь. Что за сектантское платье? Вокруг астра будете еще прыгать? Или вина. В общем, настроение хорошее, прекрасное. Наконец-то займемся сегодня сексом. Вау! А у девчонок как... Что это за платье такое? Куда это? Насколько свадьба делалась мамой жениха? И очень интересно посмотреть на взгляд мамы жениха на современную свадьбу. Ну маме сколько лет получается? 40-45 лет, я думаю. И там не должно быть прям сильно кринжово. Настя на всех свадьбах одевалась как... Хотя... Там паштет в конфете удивлял. Ну это удивительно. И все наружу выглядело и как бы оттуда она вырядилась сегодня в костюме монашки. Что-то на нашем сексологе даже костюм монашки не скромно смотрится. Надеяла сегодня костюм монашки, надеюсь, не привлекает к себе внимание. Хотела просто... Да, тот самый случай, когда внимание себе совсем не хотела привлекать. И поэтому на свадьбу пришла в костюме монахиня. Просто не смотрите на меня, не надо. Не надо, я просто... Я дитя Божье. ...выглядеть эпатажной и экстравагантной женщиной. Здравствуйте. 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 Это вы жених, да? Очень приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Я Вика. Мама пришла на выпускной к своему сыну. Бля, реально на выпускной. Просто выпускник. Ммм, какой хороший мальчик. У жениха такое ощущение, что с пеленочек коровка облезала. У него прям такая смешная прическа. Ну а так он очень классный. Ну вот костюм можно было выбрать немножко пооригинальному. Да, у нас 32 градуса сегодня. Ой, у меня 34 было на свадьбе. Пфу, ты заебала бы это. Откуда это вообще? Ты даже градусы помнишь? Мы отходим к ресторану снаружи. Конечно, это вообще вот кафе у берега. Или там шашлык у вас что-то. Ань, я что-то не понял. Так красиво или как? Ну у меня тоже, да, кристаллики были. У меня тоже, да, две ноги, две руки, пять пальцев на одной, на правой, на левой ноге, на правой ноге. Это уже два глаза. У меня тоже. Все искусственные цветы. Кристаллики. А кристаллики похожи? Не, ну варка, конечно, стрёмная. Да, действительно, было немножечко похож, но у меня, конечно же, было лучше, потому что у меня, что у меня? У меня, у меня, у меня, у меня, у меня плохое настроение. Что у Марины было, это как бы, ну, две разные вещи. А, у меня отчим, собака. А, у меня тоже. Самые веселые, самые зажигательные, друзья, жениха. Приветствую. Я так понимаю, на свадьбе только маминой подруги и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это что за показуха вообще? Мне вот это не нравится. Это полный бред, я считаю. Вик, может, не нравится, потому что у тебя такого не было? Подружек невесты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна вышла... Такие тоже подруги, просто как на подборы, не знаю. Одна такая высокая, что, слава богу, ее мейкап не видно. Другая такая низкая, что закрывает всех остальных. Анорексия. Вторая вышла просто как это, как будто она смазана... Это как будто бы американский фильм. Все подруги есть. Комбинат только что ушла. О, это вот прикольно, да? Потому что две руки вот так, они соприкоснуются. Это вот прям, ну, чтобы вот, если груди так разъехались, ну, они такие, типа, друг на друга тянутся, такие... Нееет. Ну, это... Это вообще... Просто, ну, реально. И так, встречайте, будущий глава семьи Дмитрий! Встречаем нашу невесту Марину! Оууу! Оуу! Аля! Что, Паш, нет? Я прослезилась не от того, что Марина там вышла, и это было так прекрасно, а от того, что просто вспомнила свой выход с папой, как вот мой папа тогда вот так вот меня держал за руку, у него рука тридцает. Дайте-ка напомню, у меня было так же. Ну, все, Виктория, не время отвлекаться на свою свадьбу. Платье Марина мне безумно сильно понравилось. Вот это вот прям сто процентов. Значит, и мое платье тоже красивое. Платье просто один в один, как у меня. Ну, как бы... У меня абсолютно... Господи, какая ты ужасная, просто можешь рот свой закрыть, нахуй. Такое же платье. Я обещаю тебе эту шкафу. Я буду любить тебя всю жизнь. На самом-самом. Да прям через ребра пробивает такие слова. Ну, я не задумывала, что у нее один в один реально платье. Здрасте. Ну, абсолютно разные вещи. Между ними пропасть. Также блестящая юбка, но у меня больше блеска. Бля, это невозможно. Блесенье, честно. Было у меня больше глиттера, было у меня больше блестело платье. Ну, значит, не как у тебя платье было. Значит, платье было в корне другое. Или я, ну, я что-то не то говорю. Уже поняли, что у тебя всего было больше и блестело лучше. Я уже боюсь, если мне когда-то дверь постучится, я там не подумаю, что там какие-то там сектанты стучат. А просто открываешь дверь, а там она с книжкой. Кстати говоря, у меня было точно так же. Не хотите в наш клуб? Вы что, не верите в Бога? Тюшу за неподготовленность стыдило. Я не знаю, что сказать. Нужно было готовиться к этому дню. Прошу вас ответить. Является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Да. Да! Она, наверное, так же кричала, да? Я просто круче, чем у нас там приезжала. Так как организация сегодняшнего праздника на маме жениха, ей и слово. Ну, по старому русскому обычаю. Кто больше отручит, то домик хозяин. Надеюсь, я справлюсь. Мама, ну что это вы придумали? Невесте еще с прошлых свадеб такие традиции не нравятся. Насолите друг другу, там, откусите кто больше. Ну, в общем, стандартные вот эти вот фразы. Раз... Ну, видимо, на этой свадьбе все-таки главная мама Димы. Ну, тогда с позволения мамы открываем праздничный банкет. Добро пожаловать на свадьбу Марины и Дмитрия. Бюджет – 350 тысяч рублей. Стиль – классический. Фишка – подарок от жениха. Здорово! Ура! Водичку. Много закусок, салаты, все выглядит достаточно... Достаточно аппетит... Что? Много закусок, салаты, все выглядит достаточно... Что? Зачем это делать? Зачем в сахарной пудрой сыпать фрукты? Ну, стоп, зачем? Не знаю, не хочу никого обидеть, но, в принципе, даже если обижу, я считаю, это коренжатина полная. Ну, как бы, нахер это делать? Достаточно аппетитно, и все уже... Тут все под водку, какое вино здесь? Хочется, конечно, попробовать. Ну, попробуем. Лосось был сыром. Круто. Очень вкусная сырная тарелка была, очень вкусная. Тоже круто. Два самых моих нелюбимых ингредиента в одном салате. Два соль и язык. Не ешь его тогда, если там настолько в два раза хуже, чем ты любишь. Может, надо меньше что-то не любить. Первый, сомневанный, Даня! Ну, зал такой, как бы, обычный. Ничего такого. За эту цену в целом. За эту цену в целом. Очень удивилась я тому, что мы только сели. Даже ни одного тоста еще не было. Вообще никто ничего слова даже не сказал. Мы еще даже не успели вилки взять в руки. Первый танец молодых. Настюша, это вы... Это фишка от организации «Мамы». Учитывайте. Не успели. А за соседним столиком гости уже горячее ждут. Привет, как дела, а? Как же давно я тебя не видел. Да помню, обидел. Ну ладно, прости. Привет, как дела, а? Дай-ка я запишу твой новый номер. Порядковый номер мобильной сети. А может быть я, может ты, прежде чем... В России они такие гармоничные. Все у них так слажено было. Чем что-то сделать, подумай дважды. Наверное... Но все-таки по лицу Марины было заметно, что... Так. Ты сейчас, если сделаешь что-то мне не так, я тебя там вообще урою. Интересно, бывшая подруга на свадьбе сейчас? Или не позывали? Я сама тоже ставила себе танец. Вик, ну и понятное дело, он был лучше. Ты тот, кто же заставит нас думать о важном, единственное важном. Бой! Бой! В свадьбе Марины, видимо, главной фишкой было это, когда каждый микрофон поздравлял отдельно. Это чисто, да. Такая родительская история, наверное. Такая организация подобная. Впереди вас ждет много сложного. Спасибо большое. Очень стало легко на душе. Чувак подготовился прям основательно. Горька говорит. Горька говорит. Горька! Тосты, 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 тосты. Горька! 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 Курочки мои! Уверен, настоящее веселье уже скоро. Встречаем сюрприз. Горька! А вот, собственно, и жених. Только его сразу и не узнать-то. Горька сердючка. Твою мать! Хорошая подготовка, хороший номер. Это я говорю, как хореограф постановочных номеров. Был реально классный номер. Что? Ты же мастер-педагог по ногтям-ресничкам. Откуда это еще взялось? Голова от нее болит. Прямо получилось суперски классно. Ох и жених! Так завел гостей, что теперь их не остановить. Настя решила снять монашеское одеяние. И вышла... Клубешник куда-нибудь, где танцуешь до пяти утра. На барной стойке голая. Вот это нормально. А Настя вроде еще и не собирается уходить. Даже бы я как-то специально бюстгальтер не надевала на себя. Чтобы... Ну, зачем делаться грудям больно на ночь? Веселье-то в разгаре. 35 лет просто пол... видно. Я считаю, это вообще неприлично. Так, с грешными танцами закончили. Продолжим ангельскими. И тут я понимаю, что это так же, как у меня. И Вика здесь прям чуть от злости вообще ее не перекосила. Она такая, она все посмотрела у меня. Да как она могла? Много моих. Как и 90% видимо свадеб, да? Ментов реально в свадьбе похожие на мои. Все, я даже не хочу слушаться. Это уже бред. Викуся, может все, что происходит на свадьбах, вообще придумала ты? Такое же, как у меня. Ну, как и у меня, в принципе. Просто один в один, как у меня. Как и у меня, в принципе. Так же, как у меня. Вика, боюсь тебя расстроить, но, по-моему, и свадебный торт тоже будет. Ну-ка, ну-ка. Торт стандартный, белый, с золотой геометрией. Он был таким прям стильным, современным. Ну, как и у меня, в принципе. Вот только ухо убрала, а? Это зараза хитрая. Перь. Крем очень вкусный. Понравился очень. Он был действительно сочным, мягким, вкусным. С легкой кислинкой. Прям вот, не знаю, сбалансированный. Сбалансированный вкус у торта. Абсолютно. Всем рекомендую. Ну, раз такой вкусный торт, то делаю исключение из правил. Даю добро. Съемочную группу угостить. Алексея, главного оператора группы, Андрюшку, оператора, и про редактора Ирочку. Не забудьте. Хочешь хороший день, сделай его сам. Развлекли себя. Курочки мои на свадьбе погуляли. Тортиком съемочную группу накормили. Самое время выставить оценки. За платье невесты Марины я ставлю 5 баллов, потому что оно было красивое. Но оно было такое же, как у меня. Блин. За оформление банкетного зала на свадьбе Марины я ставлю 3 балла. Мне не понравилось дешевый вот этот колхозный декор. Ну да, у нее все простенькое. Сколько там? 350 тысяч у них в их городе. Организовывала мама. То есть, я думаю, вряд ли она там что-то вытаскивала по бартуру как-то вот еще. Ну, что-то было по бартуру, но по такому советскому, скажем так. За банкетное меню на свадьбе невесты Марины ставлю 5 баллов. Что-то было вкусное, что-то было невкусное. В целом 5 баллов. Ну все, наконец-то мы узнаем, кто из них будет победительница. Я болею исключительно только за первую свадьбу, потому что цена, качество, скажем так, тусовка, все совпадало в идеальный момент, как мне кажется. И это хороший показатель того, что необязательно нужно много денег, чтобы сделать классную вечеринку, свадьбу, чтобы все были довольны. И, соответственно, жилья их невеста тоже были довольны. Анна Красноярск. Виктория Челябинск. Челябинск. Как у меня. Девочки, ну что, как вам моя свадьба? Я реально, когда смотрела выпуски, я не понимала, почему в каждом реально искусственные цветы. Думаю, да что такое вообще, ну искусственные или искусственные. Но когда я в реальности это увидела, я поняла, что это действительно очень по-калхозному выглядит. Ну, на вкус и цвет. Ну что, свадьба Насте? У тебя декор был в минимализме. Вика, видно, что не любит минимализм, потому что они очень богатые... Внутренние. Очень богатое платье. А, ну посмотри на Настину. Чем оно, не богатое? Как у меня. Она все элегантно, богатое. А у тебя немножечко нет. О-о-о-о-о-о-о, а ты-то чего? Так, видимо, она тебя тоже сильно достала. А у меня какое? Немножечко неэлегантно богатое. А. Давайте к моей свадьбе, что там, искусственные цветы. Ты такая, бля, повзрослела сразу, замуж вышла, сук стала. Ну что, давайте и к моей свадьбе, да, цветы, понятно, платье, понятно. Поэтому рты закрыли, и я все сама выводы сделала. Декор. У тебя, Марин, очень, что-то прям плохо было, честно. Я лично заметила, что ты очень сильно терпеть не можешь своего мужа. Он тебе прям лезет, целует такой, а ты такая, отойди от меня. Мы друг над другом прикалываемся. У нас такие отношения, как сказать, мы друзья лучше. Он такой не прикалывает. В смысле? Ну, потому что я обижаюсь. А он не обижается. Он просто человек такой. Мне кажется, ты его просто не любишь. Терпела. Понятно. Я говорю, их сладьбы все год-полтора, наверное. Что-то вспомнит еще как-нибудь. Зацепится. Короче. Несколько секунд, мы узнаем имя победительницы, которая получит денежный приз от канала «Пятница» на свадебное путешествие. Ее муж уже на пороге студии. Тинейджер какой, блин. Это только не последняя. Кстати, сейчас такой приятный момент, который уже не повторится, наверное, никогда. А не, я за тебя. Говорю искренне. Девочки, давайте мы просто посидим, подождем, ладно? Ну, давай. Ой, блин. Чувак, зачем так нагнетаешь? Я первый раз так уверен, чтобы чувак вот так подходил, нагнетал. Да ладно, я что-то вообще... Что? А как так произошло? Там столько рамсов было непонятных. Максимально неожиданно. Офигеть. Какие баллы. Не, ну не то, что как бы у них свое было отличное у них. Девочки, победил, правда. Я поставила вам справедливые оценки. И я, наверное, за вас радуюсь. Ура! Придется разводиться, заново жениться, потому что, ну как... Классно! Всем пока. Пока. Марина, выкуся. Что? Еще раз? Всем пока. Пока. Марина, выкуся. Концовка-то концовка. Победительницей проекта «Четыре свадьбы» стала Анастасия. Она набрала 115 баллов. Нихрена, а большие баллы. Второе место заняла Виктория с результ... Чего? Это... Да, ну... Датом 111 баллов. На третьем месте Марина. Ей досталось 97 баллов. И четвертой стала Анна, у которой 65 баллов. Да как? Так вообще? Что? Это они от злости накидали все баллы Анастасии? Я не понимаю. Потому что ей бы как бы никто не кинул. И вот так ей распределили? Она вообще добрая, самая светлая там была. Ни с кем не конфликнула. Ну, в конце только выдала. Ну, как бы и то терпение, наверное, лопнуло. Это как у меня ходила, не знаю, вообще башка отнюю трещала. Марина, ну, то есть ни туда, ни сюда. Да, видимо, что-то сексолог, видимо, им сделал. Что ж, и вот он. Самый долгожданный момент программы. Альбом с оценками. Я Виктория. Ставлю за свадьбу Анны. Платье невесты – 3 балла. Банкетное меню – 2 балла. Оформление – 3 балла. Общее впечатление от свадьбы – 5 баллов. Да, потому что… Что с общим впечатлением, расскажи? Ну, у меня было ощущение, что я вообще не была на свадьбе. Я пришла, и у меня просто, я такая, где я была сейчас? Подожди, ты же говорила, что… Ой, мне так понравилось. Ну, да, видите, от восприятия все зависит. Я думаю, что многие из вас, ну, как бы, тоже такие, типа, да это не свадьба, это просто вечеринка. Можно было так. Ну, вот у них такая подача. Я это принимаю, грубо говоря. То есть твоя свадьба, так было здорово, такие гости классные. Я пришла, даже всплакнула, она мне напомнила свадьбу родителей. Ну, это же не значит, что у меня вообще впечатление должно быть прекрасное. Понятно, все понятно. Анна, ставлю за свадьбу Виктории платье невесты 7 баллов, банкетное меню 6 баллов, оформление 7. Общее впечатление от свадьбы 10 баллов. Ну, в целом ок. Ну, я считаю, что хорошая оценка. А 10 баллов это почему? Потому что тяжело оценивать свадьбу отдельно от человека. Не поняла? Еще раз. Ну, Вик, если бы ты была бы менее лицемерная, если бы ты меньше путалась в своих показаниях, вероятно, эта оценка была бы выше. Это ты мне будешь говорить про лицемерие? Кстати, да, ты заметила? Угу. Мы реально думали, что Аня такая классная. Да. И я про нее тоже говорила, что типа классная улыбается, а на самом деле все как люди лицемерные. Крыса, да. Мы очень рады, что мы выиграли. Ну, по ролику я вообще это не почувствовал. Ну, кто его знает, кто его знает. Эта девушка тоже ей мало баллов поставила, потому что я помню, что вот Еда ей не понравилась, что-то еще. Ну, блин, не знаю. Может быть, я странный тогда. Напишите в комментариях, как вам. Любопытно, на самом деле. Потому что, ну, я вообще поймал тот вайб из первой свадьбы, и у меня так и пошло это. Мы очень, я очень хочу, не знаю, поддержит ли меня Дима, я очень хочу побывать на Маврикии. Мы летим на Маврикии. Отличный выбор, кстати. У-у-у! Там не был, но говорят, не прикольно. Поэтому отличный выбор. Отличная серия. Хорошая серия. Блин, пишите в комментариях, как вам, куда, как. Куда вы сейчас собираетесь поехать на Маврикии? Может быть, там, в Егип? Мауль? Может быть, пересечусь, если соберусь ехать, конечно. В общем и целом, как всегда, вы прекрасные, я прекрасный, ролик прекрасный, поэтому наслаждайтесь собой и музыкой. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok